Тверские волонтёры штаба помощь Донбассу только с начала 2023 года отправили в зону проведения специальной военной операции 19 автомобилей разных модификаций. Это внедорожники, квадроциклы и даже санитарный автобус. Очередные три УАЗа были отправлены на этой неделе на подмогу нашим бойцам. Подробности у нашего корреспондента. Это последнее приготовление перед отправкой на службу в зону СВО. Три автомобиля УАЗ полностью готовы. Остались последние штрихи. Волонтёры клеят на кузов наклейки, которые без лишних слов сообщают, откуда эти автомобили и от кого. Это уже стало традицией, рассказывают добровольцы. Там на фронте с особым трепетом встречают коробки и технику с тверской символикой. На этот раз на подмогу нашим бойцам отправляются три буханки, полностью готовые к службе. Они будут выполнять разные задачи. Один из них будет санитарным автомобилем, который будет способствовать эвакуации раненых солдат с поля боя. Другие будут подвозить необходимые боеприпасы и увеличивать мобильность наших солдат. На различные направления и на Луганскую, и на Донецкую народные республики поедут эти три автомобиля. У волонтёрского штаба есть традиция. Все четырёхколёсные посылки получают имена. УАЗы нарекли Геннадиями. Геннадий первый, Геннадий второй, Геннадий третий. Так решили участники чата волонтёрского штаба в ходе общенародного голосования. Первые три такие же буханки уже несут службу. Эти, Геннадий четвёртый, пятый и шестой, заступят уже через пару суток. Данные автомобили были восстановлены, отремонтированы за счёт средств жителей города Твери, предпринимателей. Также получили мы их благодаря поддержке правительства Тверской области. За что мы очень благодарны. Кроме автомобилей, волонтёры отправили в зону СВО коробки с медицинскими расходниками и лекарствами. Однако это не полный перечень того, что было отправлено на помощь бойца. Штаб помощь Донбассу работает с конца февраля 2022 года. За это время в зону СВО уехали тонны гуманитарного груза. От медицинских многофункциональных кроватей до прицелов и раций. Принимающая сторона высоко оценила эффективную работу Тверского штаба. Огромная благодарность Тверскому волонтёрскому штабу, потому что ту помощь, которую оказывают они, соответственно, ребята, все, которые находятся сейчас в зоне проведения спецоперации, очень ценят. Это не только транспортных средств касается. До этого, сколько мы взаимодействовали с девочками, они всегда нам оказывали помощь. Номенклатура подразделений, которым оказывается помощь, она масштабна. Также была отмечена и работа тверских бойцов. Кроме того, как рассказал наш собеседник, ребятам из Тверской области всегда оказывается внимание не только со стороны земляков, но и власти региона. Встречал их, когда они прибывали непосредственно в зону проведения специальной операции. Те подразделения, которые были сформированы в Тверской области. То есть ребята молодцы, и видно, что правительство региона, откуда они прибыли, о них заботятся. Напомним, что с начала этого года в зону СВО Тверской штаб помощь Донбассу отправил 19 автомобилей. Шесть последних — это ОАЗы. Часть из них была закуплена и отремонтирована за счет пожертвований жителей Тверской области и жителей других городов, присоединившихся к штабу. Сейчас к отправке готовится еще несколько таких же буханок. Они проходят техобслуживание и ремонт.